Сначала продолжим с вычислений, то есть немного поговорим про то, как применять преобразование лапаса для решения некоторых дифференциальных уравнений. Вот, и у нас сегодня две такие задачи будут перед нами стоять. Сначала мы решим матричное дифференциальное уравнение, линейное, первый порядок. Научимся искать фундаментальную матрицу Каши. А потом мы обсудим, как при помощи преобразования лапаса можно решать в общем виде линейное дифференциальное уравнение n-го порядка. Точнее говоря, с дачкой Каши для него. Итак, мы с вами в первую очередь рассмотрим вот такую системку. x-точки равняется ax. Здесь a это какая-то постоянная матрица. Ну, в принципе, мы можем все загонить еще в матрицу B, хуже не станет. Соответственно, x, a и b это все квадратные матрицы размера n на n. Вот у нас такое линейное дифференциальное уравнение. Так, и мы предположим, что x от t0 равна какой-то матрице x0. И нам нужно найти x от t для любых t больше равных t0. То есть рассматривается сдача Каши для матричного линейного дифференциального уравнения. Вот вы нечто похожее много раз уже решали на оптимальном управлении, но для векторной формы записи матричная является более общей просто. Так, мы начнем все это с, начнем решать эту сдачу с самого простого случая, а именно рассмотрим вот такую системку. x-точка равняется ax, и предположим, что x от 0, пусть у нас не 0 будет, а 0 будет, а 0, неважно. x от 0 будет равно единичной матрице. Поскольку здесь a, b не зависит от времени t, то система стационарная, значит, начальный момент времени на самом деле ни на что не влияет. Так, теперь, что это за система, какое ее решение? Да, мы с вами прекрасно знаем, что решение это на самом деле матричный экспоненциал. И задача поиска матричного экспоненциала это на самом деле очень важная и довольно сложная задача. То есть вы должны уметь его искать. Соответственно, у нас возникает вопрос, как найти матричный экспоненциал. Вы знаете много разных способов, но сегодня мы обсудим способ, который основывается на преобразовании Лапласа. Для этого мы вот к этому матричному уравнению применим преобразование Лапласа. Итак, у нас есть функция x от t. На самом деле можно еще функцию Хевисайда предписать, но мы не будем этого делать, потому что у нас так все от 0 начинается. И мы предположим, что в результате преобразования Лапласа она переходит в какую-то функцию y от p. Это образ Лапласа этой функции. Так, во что перейдет x с точкой? Кто помнит основную формулу? Ну, должно быть не f'а, а просто f0. В нашем случае это вот единичная матрица. Это на самом деле небольшое ажурничество, потому что мы здесь применили не само свойство, которое у нас было, а мы его много раз применили для отдельных компонентов этой матрицы. То есть как будто мы n квадрат раз использовали эту формулу. Но ответ все равно можно сразу записать в такой форме. Значит, после преобразования Лапласа мы получим, что p, y от p минус i должно быть равно a, y. Матрица А постоянная, она просто выносится. y от p имеется в виду. Так, или мы можем это переписать как p, i минус a, y от p равно единичной матрице. Отсюда мы получаем, что y от p будет равно p, i минус a в минус первой степени. Обратная матрица. Ну и дальше мы должны найти ее прообраз. То есть е в степени от t. И вот в этих простых формулах кроется алгоритм для поиска матричного экспоненциала. То есть наша с вами цель сразу выписать вот эту матрицу p и минус a, найти к ней обратную, используя знание линейной алгебры с первого курса. Надеюсь, вы помните, как искать обратную матрицу. Ну, сейчас вспомните. Вот. И потом для полученной матрицы мы должны поэлементно восстановить ее прообраз, используя таблицы. Это то, что мы делали в прошлый раз очень активно. Вот. Соответственно, два основных действия. Поиск обратной матрицы плюс восстановление прообраза при помощи таблицы. Это очень эффективный метод. Так, теперь давайте предположим, что мы уже нашли y от p. Попробуем теперь вернуться к исходной задаче. Так, что у нас будет с исходной задачей? Ну, пусть теперь x от t переводится в какой-то z от p. Это для исходной задачи. Я специально ввел новое обозначение, потому что там у нас x это совершенно другой x. Вот. И тогда мы получаем, что x с точкой у нас перейдет в pz от p минус x0. Эта штука модифицируется. И у нас получается вместо дифференциального уравнения и теперь pz минус x0 должно быть равно a z плюс b. Так, ну, здесь не b, конечно, будет. Здесь как бы имя обозначить. Давайте... И вон, b с волной напишу. Имеется в виду образ фурье, конечно. Потому что мы помним, что у нас там константки есть. Константы во что переходит преобразование фурье? Ой, фурье, лапаса. Нет. Вот правильно подсказывает человек. 1 делить на p. Значит, на самом деле, ну, можно было вот так написать, что это не b с волной, это... Вот так вот, b умножить на i на p. То есть там везде добавится вот этот дополнительный множитель. Ну, если не будем b с волной вводить, совершенно не нужно здесь. Так, ну, хорошо. И дальше мы получаем следующее, что p и минус a на z должно быть равно x0 плюс b единицы на p. Отсюда мы находим решение. z от p будет равно p и минус a в минус первой степени на x0 плюс b единицы на p. Но p и минус a минус первой степени это, на самом деле, только что найденное y от p. Поэтому мы получаем вот такую формулу. И осталось посчитать исходное решение. Значит, мы получаем, что x от t. Так, скажите мне, пожалуйста, какая функция в результате преобразования Ла-Паса дает нам произведение двух функций? У нас там получился y умножить на какую-то скобочку. Скобочка является образом Ла-Паса от чего-то. Ну, свертка, да. Значит, получается, что мы должны e в степени at, это у нас прообраз от y, свернуть с прообразом x0 b единиц на p. Прообраз x0 это что такое? Константы прообраз. Дельта функция, да. x0 дельта от t плюс b. Ну, здесь мы просто возвращаемся к исходной матрице b. Потому что помните, что и не стопа у нас появилась именно из-за преобразования Ла-Паса. Так, ну и осталось посчитать свертку. Да, единственное, что у нас здесь незримо везде присутствуют функции Хэвисайда. Я их каждый раз напишу, но мы помним, что преобразование Ла-Паса всегда дает нам функцию Хэвисайда умножить на что-то. Поэтому свертка это что на самом деле такое? Какой интеграл? Нужен тот интеграл, который у нас появляется именно в преобразовании Ла-Паса. То есть от 0 до t, да? Не по всей прямой, а от 0 до t. Помните почему? Потому что у нас здесь есть на самом деле две функции Хэвисайда, которые мы в явном виде не записали. Так, ну и здесь получается есть степени Ат минус Тау, одна функция, умножить на x0 дельта от Тау плюс b д Тау. Так, тот интеграл, который содержит дельта функцию, мы можем подсчитать. Что он нам даст? Чему равен интеграл от е степени Ат минус Тау, х0 дельта функции от Тау? Е степени Ат на x0 просто, да? И плюс второй интеграл мы уже не будем считать, там ничего хорошего не получится. Е степени Ат минус Тау, b д Тау. Что у нас получилось? Формула Каши, да. Мы с вами только что доказали при помощи преобразования Ла-Паса формулу Каши. Вот, то есть фактически у нас есть теперь такое альтернативное доказательство этой формулы. Через свойства преобразования Ла-Паса. Да? Здесь дельта функции для любого Та выполняется, правильно? Ну, это просто параметр. То есть неважно, интеграл неряда x, количество неряда Та, она дельта функции все равно даст матришь от экспеденса на x-неряда. Да, конечно. С и по-другому. Да. Мы сейчас используем просто определение дельта функции. Вот, ну, на самом деле здесь есть, конечно, некоторая нечестность, да, скажем так. Потому что вы понимаете, что мы дельта функцию умножаем на какой-то другой сигнал, у которого в нуле может быть разрыв. А мы с вами когда-то говорили, что вообще-то нельзя дельта функции на разрывную функцию умножать. Но здесь это все можно обойти формально через сглаживание. Вы сглаживаете сигналы и там все хорошо получается. Или еще лучше через дельтообразную последовательность. То есть нужно дельта функцию заменить на дельтообразную последовательность и посмотреть, что получится. Вот, то есть можно в итоге проверить, что для дельтообразной последовательности После предельного перехода получится такой же результат. Но мы с вами это делать каждый раз не будем, потому что многие-многие люди это уже проверяли сто раз. Мы будем использовать просто такой опыт. Так, ну хорошо. Дальше мы с вами должны рассмотреть несколько примеров, чтобы вы вспомнили, как обращать матрицы и как, соответственно, искать матричные экспоненциалы. Вот этим мы с вами сейчас и займемся. Вам это будет полезно, в том числе и в курсе оптимального управления. Ну там вы, правда, уже, наверное, научились считать матричные экспоненциалы другими способами, да? Ну вот, теперь у вас будет еще один альтернативный способ. Кстати, многие студенты потом, в предыдущие годы многие студенты на зачете по оптимальному управлению предпочитают использовать именно преобразование лапласа для вычислений матричного экспоненциала, потому что это быстрее. Но нужно тренироваться. Давайте мы начнем с такого простенького примера. Кто хочет доски? Нам нужна помощь злобного заместителя. Куда вы с этой елизаветы дели? Она вас так испуговала, что уезжала. Зачем нам ее обращать? Нам нужно не ее обращать. Какую матрицу нужно обращать на самом деле? ПИ минус А, да. Вот давай сначала выпишем, чему равна матрица ПИ минус А. Почему 2? Так, и вот теперь эту матрицу нужно обратить. Ну, в данном случае она очень легко обращается, конечно. Так, каким методом хотите пользоваться? Безусловно. А еще? Вот такой странный у вас метод. Где вы такой откопали? Ну, в принципе, скорее всего, правильно. Давайте, запишите ответ. Мы сейчас проверим. Сейчас, секунду. Нет, ну это пока неправильно. Это неправильно. На диагональке должны получиться единички. Давайте каким-нибудь нормальным способом все-таки найдем. Да, да. Это называется формул Крамера. Давайте. Значит, у вас есть два способа. Либо формула Крамера, либо через присоединенную матрицу. Да, но вы должны там еще поделить на определитель. То есть, да, там определитель матрицы умножить на матрицу из алгебраических дополнений. К каждому элементу мы ставим соответствие алгебраическое дополнение. Ну и плюс там надо еще со знаками не ошибиться, и с транспонированием. У нас здесь к этому элементу. К этому элементу. Еще знак. К этому элементу. К этому. Определитель диагональной матрицы, треугольной матрицы, я думаю, что найдете сразу. Да. Так, ну и какой ответ итоговый? Ну, подставляется, нам нужна вся эта матрица. Так, давайте проверим, не ошиблись ли вы. Хотя бы так вот прикинем, правильно ли это или нет. Ну, вроде бы, да, вроде бы, нормально. Что у вас там? Сомнения? Да не, ну все правильно. Ну, кроме формулы камер, конечно, очень тяжело правильно применить. Обычно там начинаются проблемы с транспонированием, со знаками. Много путаницы. Поэтому каждый раз лучше проверять каждый. То, что у вас получилось, правильно ли вы посчитали. Через присоединенную матрицу. Ну, вы справа записываете единичную матрицу и начинаете через элементарное преобразование все это. Ну, это мы в следующем примере, ладно, попробуем. Да, теперь мы хотим найти прообраз Лапласа для этой матрицы. Поэлементно. В обратную сторону. А, это же был образ Лапласа, да, вот так вот. Поэлементно. Поэлементно, да. Единица на p-1, это что такое на самом деле? Экспонент. Экспонент, да. В какой степени? Экспонент. Почему минус? Потому что минус bt, да? А, бt у нас получается минус 1, значит плюс. Хорошо, есть степень t. Это... На что это похоже? Похоже на синус, но это совсем синус. А что это? Гиперболический синус. Гиперболический, да. Но какой? Ну, это еще 2. То есть, гиперболический синус 2. Ну, если вы вот так вот не помните, вы просто разложите ее на простейшие дроби. Было бы намного проще. 2 делить на p квадрат минус 1 на две простейшие дроби. Разложите. Понятно, что коэффициент 1 минус 1. Вот. И получается разность двух экспонентов. Это как раз и есть вот этот ваш двойной гиперболический синус. Ну, только от минус t получается гиперболический синус. То есть, там еще и с одноком чего-то не очень хорошо. Ну, хорошо. Пишите, что это 2 гиперболических синуса от минус t. Ну, хорошо. Все. Это, да, матричные экспоненты и есть степень от t. Понятно. Так, хорошо. Можно еще раз повторить, когда мы нашли уже p-1 минус a. Вот эту. Потом мы просто по элементу на устанавливаем те функции, которые в результате преобразования Лапласа дает вот такие элементы. А при этом мы используем просто свойства преобразования Лапласа. Ну, мы помним, что 1 делить на p-1 это на самом деле экспоненты преобразованы. Ну, вот здесь минус t получился вроде. Да, сначала с минус. Ну, да, наверное, вы правы. Просто даже если мы смотрели на формулку прогноза 2000, то если у нас будет 1 делить на 2 квадрата, то если у нас будет 1 делить на 2 квадрата, то если у нас будет не логично, что это будет. Ладно. Ну, можно было вообще через экспоненты оставить, все было хорошо. Так, какой еще вопрос был? С разложением на простейшую крючку, там, наверное, сначала минус может быть. Где? Где? Ну, вот поэтому и минус шинус у нас получился. Нет, два раза запутали. Я смотрю, что все нормально у нас должно было получиться. Так, вот теперь будет правильно, теперь действительно шинус. Вот с этого надо было начинать. Сидят, молчат. Безобразие. Так, Мир, какой еще у вас вопрос был? Все. Все понятно? Так, ладно. Ну, ладно. Тогда давайте чего-нибудь поинтереснее рассмотрим. Да, забегая вперед, на контрольной работе, когда вам попадется такая задача для матрицы 3 на 3, вам достаточно посчитать в ответе хотя бы половину матричного экспоненциала. Ну, у вас может просто не хватить времени для подсчета всего. Для матрицы 3 на 3. Если матрица 2 на 2, то весь экспоненциал надо найти. Так, вот такую матрицу посмотрим. А просто такой же, найти матричный экспонент. Пусть вас не обманывает простота самой матрицы. Она на самом деле не такая хорошая, как хотелось бы. Кто хочет доски? Давайте. Давайте. Для разнообразия. Какую там черточку нормальную нарисуйте между матрицами. А то сейчас мы там... Ну, нормально нарисуйте, полноценную, да. Зачем штрихованную-то? У вас наверняка эта штрихованная черточка на каком-то месте потом превратится в единички. Давайте. Лимитарным преобразованием приводим левую часть к единичной форме. Ну, ладно, мы сейчас напишем. Потом ее куда-нибудь перенесем в сторонку. Просто ходить сложить, да? Все, добавить их первое. Зачем? Ну, чтобы тут как-то получше было. Ну, а P делится? P минус 1. Ну, да. Там общий множитель вынесется. А, с ним вот третий я добавил. Ну, как хотите. В общем, если их сложить, там общий множитель появится. Уже будет хорошо. P. 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 Это что? Это я добавил IT-кас. А к чему что вы добавили? А, вот я первой строчке третью добавил. А зачем? Вы же хотели все сложить просто. Не все, все лучше. Ну, сложите, сложите. Вот ваши коллеги уже там проверили. Там общий множитель получается. Что P минус 1, P минус 1, да. Да, вот потом поделитесь на P минус 1, а у вас будет строчка из единичек. Вы сможете ее использовать. Сейчас, подождите. Не спешите. Нет, нет, я просто перепишу. А зачем? А вы не хотите их сразу преобразовать, да? Вот, например, эту перетащить на вторую позицию, а эту сложить с этой. Ну, чтобы здесь разнорик получился. Ну, хорошо, да, можно так. Так. Это все, если ты на вторую позицию? Да. Ну, все нормально, ну, или хотите переставьте. Это что вы сделали? Я отнял вот этот змея уже, вот этот третий. Ага, от третий отнял змея. Ну, хорошо, допустим. Мы уже не послали вторую, вторую, третью, да? Да. Если мы посмотрим на третий, чем на второй строчке, то еще минус 1 осталось. Это минус 2, да? Это уже как-то не так красиво. Да, уже не так красиво. Так, хорошо, значит, это мы из третьей первую вычнем, а вторую пока оставшись на месте. Ну, я вычту из третьей второй. Из третьей, а зачем из третьей вторую вычтетесь? А то, что надо вычить. А зачем нам там ноль? Когда уж из... Лучше-то ко второй прибавить третью умноженную на 1 вторую п. Чтобы вот либо это, либо это обнулить. Ну, или наоборот, к этой прибавить эту. Ну, чтобы у вас сразу получилась диагональка. Вы же хотите получить верхнюю треугольную матрицу? В принципе. Не, ну, как хотите. Можете и так, конечно. А почему сокращалась? А, вы вычитали, да? Угу. Хорошо. Так. Ну, да, там можно поделить на по минус 2. Угу. А там что-то нехорошее будет. Нет, там еще динечка. Динечка плюс. Такой же, третья, да. Если хотите, можете ввести где-нибудь в сторонке условное обозначение для этой дроби. Ну, вот наверху где-нибудь напишите. Для единицы, например, все эти дроби. Нет, вот для всей этой дроби. Обозначите где-нибудь букв какой-нибудь альфа, например. Просто чтобы у нас в правой части поменьше было вот этих вот страшей. Значит, у вас получится там альфа единица делить на по минус 2 плюс альфа альфа. Три раза альфа вылезет. Так, вы хотите что добавить? 2 вторых. Ну, давайте. Минус 2. Так, последняя строчка. 2 вторых, да. А почему плюс? Там, по-моему, минус, да. Минус, там 2 альфа, а то и минус. Угу. И третья, 2 альфа, а то плюс 1. Там плюс 1 и минус тропи. Да. А плюс 1 и минус 1. Хорошо. Ну, опять можем поделить на по минус 2. Или, в принципе, можете сначала преобразовать как-то это выражение. Может быть, там что-то упростится. Потому что там вот есть 2 альфа минус дробь, 2 п альфа минус дробь. Что это такое на самом деле-то? Может быть, его можно сделать более простым. В общем, отри минус пол. 2 минус 4, да. Ну, да, как-то не очень стало. В общем, ну, 4 альфа минус 4, может, на альфа. Ну, хорошо, может, там сразу поправить. Да, если будет 2 альфа альфа. Да, если будет 2 альфа альфа. Да, похоже. Так, P плюс 2 на альфа. Так, ну и еще одно. Стоп, 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 там то же самое, только плюс 1 еще. Можно ли эту плюс 1 добавить или нет? Наверное, нет смысла, на самом деле. Ну, лучше не станет. У вас там в числителе квадрат какой-то выглядит. 4 минус P, может, на альфе. Так, ну хорошо. И дальше мы еще можем поделить по минус 2. Можно еще раз переобозначить. Альфа деленное на P минус 2 за бета. Но главное потом не забыть все это. Давайте. Ну, на самом деле, уже почти написали то, что нужно. Я так как-то буду настройку. Хорошо. Так, ну и последнее. Два переобразования нужно из первой строчки вычесть вторую и третью. И вы получите ответ. То есть можно, в принципе, сразу написать обратную матрицу. Ну, левую часть уже нет смысла писать, да. Да, да, придется поставить. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, давайте дальше. Нет, мы сейчас не будем ничего преобразовывать. Мы помним, что потом все равно нужно будет полопласту все это обратно преобразовывать. И не факт, что приведение к общему заменятелю даст какой-то положительный эффект. Ну, и третий элемент, самый страшный, последний элемент. Дальше будет попроще. АПЛОДИСМЕНТЫ Там 4 минус П на Б. АПЛОДИСМЕНТЫ Хорошо. Вторую и третью строки нужно просто подставить. Переписать-то все? Да. Подставляя альфу и бету. АПЛОДИСМЕНТЫ Я надеюсь, ваши коллеги тоже все это пишут параллельно, чтобы мы там могли арифметические ошибки находить. АПЛОДИСМЕНТЫ А то, если мы сейчас где-нибудь ошибемся, будет очень неприятно. АПЛОДИСМЕНТЫ Не очень? АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Нет, ну, может быть, конечно, через формулу Крамера было бы попроще, но... Ответ-то не должен зависеть Утоговый К другому К другому? Проще? Первая строка точно проще Нет, не первая, может быть, у нас просто не преобразована Возможно Если к общему знаменателю перевести, может быть, что-то сократится Вторая Вроде так же Хотя у меня там плюс два Это где-то очень вначале Появилось Где мы альфу еще Ввели впервые Вот там справа А почему? Мы когда третью строчку, вторую прибавляем У нас будет Ну, вам нужно визу садить Будет П плюс два Потом ты П плюс два Хорошо Ну, хорошо Слава Богу, у нас альфа на везде Альфа Только Только вы помните, что мы вот здесь вот Еще что-то делали С этой альфой Вот что неприятно-то Минус П на альфа Минус П на альфа Правильно? Минус П на альфа Сейчас, подождите Проверим на всякий случай Два минус П минус 2 Да, минус П Значит, это там, где 4 минус П было Ну да, везде просто заменяется 4 минус П на минус П просто И тут тоже, да Там такое же выражение 1 минус П на альфа будет А там 1 делить на Минус П на бета Там плюс 2 должно быть везде Но сейчас мы добавим Да, да, да Мы сейчас Мы еще просто не дошли до этого места Так, еще подождите Еще вот Тут тоже альфа изменилась Так, два Взаменателье П плюс 2 теперь А в числителе Вместо П плюс 2 что будет? Что-то другое Нажать минус П квадрат 2П минус П и минус 2 П минус 2 будет То есть П плюс 2 нужно везде Нам П минус 2 заменить Так что вот здесь И дальше тоже меняете И дальше тоже меняете Плюс 2 было Еще вот эту же строчку Да, эту же строчку Ну там знаменатель просто поменять Плюс 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 Там есть квадрат Плюс У меня есть и П минус 2 То есть плюс 2 Вот если в альфа это был плюс То у меня будет Ну возможно я не знаю, что Тоже не факт Это у нас П минус 2 тоже есть Вот здесь Соплодается вторая строчка А остальное П плюс 2 на П минус 2 Ну вот здесь вот мы на П минус 2 делили Значит там вот ваши последние квадраты Они на самом деле не квадраты Это все правило правильно Плюс 2 и умножить на П минус 2 И во всех дробях то же самое Теперь то же самое Здесь их Угу Ужас какой и дальше тоже Первые строчки А вот здесь А вот здесь у нас сокращается, да? Да Похоже Отдельно Отдельно В первой строчке Вот там в конце Поправить Угу Пами Трочке В первую строчку Все Одну В первую строчку Уверo Уверо Уверо Так Уверо Уверо Ну что, есть какие-нибудь совпадения? Третья совпала? Так, минус b тут, b минус 1, b плюс 2, b минус 2, да? И тут второй, b минус 1, b плюс 2. И третья единица, делить на b минус 2, минус b, делить на b минус 1, умножить на b квадратный точнее. Ну ладно, хоть там есть совпадение. Ну и теперь еще первой строкой надо добить ее. Нет. Нет, нет, нет. Возврат, возвратка. Усправление, не надо такое делать. У вас немножко съехало, но на самом деле вот начинается второй элемент, где. Да. То есть, когда альфа, альфа, теперь она... Клицарка познавчика плюс 2. Да. То есть, вот здесь все хорошо, но вот это... Мы не успеем. Так, все хорошо исправили. Следующий элемент сидит на b минус 1. И плюс 2 дальше. Так, отнимается вот это. И отнимается... Плюс, плюс 2 вздоминателя. А, плюс 2 вздоминателя. И теперь вот тут вот стираем. Там просто должно быть b минус 1 на b плюс 2. Что, сухово, первая строчка? Самая стрессая. Давай, давай, рассчитывайте. Так, давайте сверим, как у вас получилось. Давайте, последний раз, последний шанс что-нибудь заметить. Я понимаю, что я там что-то недобычное придумал сейчас. Третий? Не сказать, слава. Так, теперь только эту последнюю матрицу оставляем, все остальное убираем. И замены все... Да, 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 они уже больше не нужны. Даже если мы там где-то ошибку сделали, мы ее уже не найдем. И дальше второй шаг процедуры. Нам нужно обратное преобразование писать. Вот, но при этом можно еще что-то упростить на самом деле. Начать с чего лучше? Ну, во-первых, у вас там по минус 1, похоже, группируется в числителе. Вот если вот эти две дроби к общему знаменателю привести, числитель будет по минус 1. И он подсократится. Вот там его можно вывести, а тут... Нет, это не надо выносить, это оставь, сколько есть. Вот если эти две к общему знаменателю привести, то будет числитель по минус 1. Или нет? А, нет, нет, не будет, не будет. Это я глупость говорю. Здесь не хватает скобок. Нет, тогда не надо. Там же просто число даже выйдет. Какое число? Здесь. А, с плюсом оно. Да. А, там выйдет просто 2p минус 2. Сейчас, секунду. Значит, здесь получается p минус 2 и минус p. Нет, минус минус p, 2p. Здесь тоже минус. А, и все. А там, значит, останется... p минус 2 минус p, минус 2 останется. Двойка. Минус 2. А, ну в сумме двойка, да. Значит, можно преобразовать, как 2 делить на 3 скобки, да. Но нам это не надо, да. Нам на самом деле нужно простейшее разлагать как раз. То есть нам хотелось бы, чтобы побольше вот таких вот дробей было. Как это делать? Это сумма двух дробей. Очень легко преобразовывается. Сейчас, подождите. А может быть, все-таки сначала действительно просуммировать их вот с этой двойкой числителя, а потом через метод вычеркивания сразу расписать? А, так как все первые степени? Ну, конечно. Давайте где-нибудь отдельно выпишем, чему это будет равно. Так, да, хорошо. Только плюсик там получше подрисовать. И вот теперь используем 3 раза метод вычеркивания и сразу выписываем, что получается. П-1 с каким коэффициентом идет? Минус 1, 3, минус 2 трети. Так, п-2. Одна вторая? Да, одна вторая. П плюс 2. Две трети? Нет. Там получается минус 3, минус 4. Одна шестая. Одна шестая, да. Так, ну и мы можем, в принципе, где-нибудь вот здесь, там, в сторонке, написать сразу первый элемент прообраза Лапласа. Это сумма трех экспонентов. Даже на самом деле можно вот это вот сразу просуммировать. У вас же это плюс 1 треть, да. Три экспонента. Одна треть, да, одна треть Е получится. Плюс. Плюс. Плюс степень 2, да. Плюс. Так вот, здесь можно, когда будете считать такие вещи, можно сразу делать простейшую проверку. Подставлять t равно нулю. Что должно получиться? Извинечка, да, давайте подставим. Сходится. Ну, это вот некоторая проверка того, что у нас все-таки где-то там в арифметике мы не напортачили. Хотя, конечно, не гарантирует ничего это. Ну, тем не менее. Дальше идем. Тут что у нас здесь? А, p плюс 1, да. Нет, ну тут одинаковые знаменатели же, да? Да. Значит, получается p плюс 1. Ну, только через правила вычеркивания опять. Давайте, два раза правила вычеркиваем. Угу. Только там минус еще стоит общий. А. Нет, плюс 1 треть. А там минус-минус сокращается. Так, ну... У-ху. Сдается, мы где-то здесь уже ошиблись. Ну, хорошо, давайте досчитаем до конца и поймемся, почему мы ошиблись. Так, а тут все правильно. А, тут не 2. Тут 2 третьего. 2 третьего. Да, да, 2 третьего. Да. Тогда не ошиблись. Так, давайте, описывайте этот второй элементик. Это первая строчка, второй элемент. Нет. А, да, да, да. Минус, минус. Минус 2 третьего. Т. Один здесь. А, три. Хорошо. Ну, проверка такая же. Треба нулю подставляем. Должно получиться ноль. Потому что не на диагонали. Хорошо. Дальше идем. Тут у нас... Что может быть? Ну, здесь, конечно, жуть как раз получается. Это не то же самое будет. Это не те же самые скобки, что здесь. Так, это... Не дай. Да, по-моему, это они, только вот здесь добавляется еще что-то. Да, ну, то есть вот у нас вот это и вот это. Ну, и плюс первая часть тоже у нас была. Значит, на самом деле мы можем просто выписать уже образ лапласа и к нему еще экспоненту лишнюю прицепить. С по минус 2. Нет, там еще не то экспонента. Здесь единица делить на p минус 2. Это е в степени 2t. То есть это вот то, что вы сейчас преобразовываете. То есть минус 1,2. Хорошо. Ну, дальше полегче будет. Нет, мы из немского тура. Ну, мы можем даже устно прикинуть какие-то там коэффициенты. Прям минус 1 с каким коэффициентом будет? 1,3. Ну, пиши сразу е в степени t делить на 3. Две трети там будет. Хорошо. Что вы, Елизавета, не считаете? Уже отчаялись? Ну, мы сейчас с первым не сожглись. Не плохо. Теперь вот это. Раз. Ничего такого не было. У нас оно было преобразованными со всем остальным. Ну, ладно, тогда... Ну, тогда... Ну, какие-то единички. Это будет все равно. Единичка. А, да, третья. Здесь где-то там 3. Потом минус 2. И 12. 12 минус 1,12 или плюс 1,12 сейчас, давайте, минус 2 в числителе 2 минус 3 минус 4 1,6 1,6 и 2 минус 1,12 минус 1,12 минус 1,12 минус 1,12 угу то же самое последний момент это а, это вот как раз таки только еще да, еще дополнительные естественно 2t добавится то есть он теперь будет плюс 1,2 ну и все ну вы как-нибудь обозначите визуально каждый элемент обведите его отдельно чтобы да, как-то вот так вот и вертикально тоже разделите их вот у нас матрос разъехал все угу 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 еще внизу да, вот так вот ну вот мы с вами посчитали монтажный экспоненциал похоже даже правильно хорошо садитесь теперь вы знаете что вас ожидает на контрольной работе вот ну я сразу говорю что никакими калькуляторами компьютерами пользоваться нельзя то есть все это придется считать честно на бумажке понятно понятно а не проще это никак посчитать ну я не думаю что как-то можно проще посчитать вы же видите что здесь в принципе экспоненциал получился такой неприятный так можно стирать? давайте Елизавета переписывайте все Так, ну хорошо. Я надеюсь, что мы с вами осознали, как решать матричные линейные дифференциальные уравнения. А теперь мы немножко поговорим про линейные дифференциальные уравнения n-го порядка высокого. То есть нас вам будет интересовать вот такое вот дифференциальное уравнение. Здесь, соответственно, неизвестная функция x от t, которую нам надо найти. Коэффициенты, ну, будем считать, что они все постоянные. А0, А1 и так далее, Аn-1. И есть некоторая функция f от t, которая нам известна. Так, и мы с вами предположим, что есть еще начальные условия такого вида. x от 0 равно, давайте, b0, x' от 0 равно b1 и так далее, xn-1 от 0 равно bn-1. Это какие-то константы. Так, нам нужно подсчитать решение такой задачи. Вот мы с вами, во-первых, вспомним, что раз задача линейная, то можно ее разделить на две компоненты. Итак, функцию x от t мы можем представить как x1, например, от t плюс x2 от t. Соответственно, x1 от t, это будет решение задачи с нулевыми начальными условиями. Ну, а x2, это, соответственно, будет решение задачи с не нулевыми начальными условиями, но с нулевой правой частью. Давайте сначала рассмотрим x1 от t. Эта задача более простая. То есть у нас получается, что x1 от 0 равно x1' от 0 и так далее равно xn-1 от 0 и равно 0. Решаем при помощи преобразования Лапласа. То есть x1 от t мы преобразуем в функцию x1 от p. Так, вот эти нулевые начальные условия нам очень сильно помогают, потому что мы можем очень легко получать формулы для производных. Преобразование Лапласа для производных. Так, x kt от t во что перейдет, как вы думаете? Да, то есть здесь не будет никаких дополнительных членов. Благодаря нулевым условиям. Подставляем. Мы подставляем это все в исходную ревну, получаем x от p. Его можно вынести за скобку. И мы получим в скобках следующее. p в степенье k плюс а с 1 p в кмс-1 плюс а1 p плюс а0. Так, ну вот все это мы с вами обозначим как не в 3 многочленов. Давайте g от p мы обозначим. Нет, нехорошо. То есть он не жмёт p. Даже не будем пока обозначать. Не надо. Сейчас чуть-чуть попозже мы введем обозначение. Потому что нам все равно нужно будет его переворачивать в знаменатель дроби. Так, и все это будет ревну f от p. Где f от p это образ для функции f мало от t. Да, я забыл сказать, что мы дефорт рассматриваем при t больше или равном 0. Давайте заглянем. Для f малого тоже так еще. Значит, f от p мы с вами знаем. Так, теперь мы введем вот такое обозначение. g большую от p это будет единица делить на p в k, t плюс a, n минус 1, p в k минус 1, плюс a1, p плюс a0. Это как раз перевернутый многочлен. g от p это какая-то дробно-рациональная функция относительно p. И тогда мы получаем, что x от p будет равно g от p на f от p. А дальше мы можем получить решение. Существует два способа его получения. Первый способ. Найти правую образ для g от p. Давайте мы обозначим g от t. А потом что с ним сделать? Свернуть, да. Получается, что x от t это на самом деле g, свернутое с f малое. И мы получим решение нашей задачи. Так, эту функцию g от t, которую мы здесь получили, называют обычной функцией y. Этот термин вы наверняка встречали в теории дифференциальных уравнений. А образ Лапласа для функции Грина это g от p. Это так называемая передаточная функция. Так, ну это вот первый способ решения задачи. Через функцию Грина. Можно было вообще без функции Грина получить решение этой задачи. А именно получить сразу отображение вот этого. То есть мы могли взять g от p, f от p. Это у нас будет, скорее всего, какая-то дробно-рациональная функция. Ну, знаменителю мы уже частично посчитали. И сразу найти решение x от t. Используя обратное преобразование опять через таблицу. Вот, но этот метод он плох тем, что на самом деле функцию Грина мы с вами находим не только для того, чтобы решить вот эту первую задачу, но еще и чтобы потом использовать эту же функцию Грина во второй задаче. Поэтому все-таки было бы хорошо, чтобы мы функцию Грина посчитали. Вот, но если вам нужно решить только первую задачу, то, конечно, второй подход более эффективный. Здесь мы никаких сверток использовать не будем, а сразу получим ответ. Так, ну а теперь мы с вами переходим ко второй задаче. Насколько с первой мы с вами уже полностью разобрались. Вот со второй все будет несколько сложнее. Итак, x2 от t, да, я забыл написать там не x от t, а x1 от t, прошу прощения. Это мы только первую задачу решили. Итак, x2 от t должно удовлетворять следующему дифференциальному уравнению. Правая часть теперь нулевая. Так, и это мы с вами все оставляем. ненулевые начальные условия. Снова применяем преобразование в опасных. x2 от t перейдет, ну снова мы будем обозначать x от p, хотя мы понимаем что-то другая x от p, не та, которая была в предыдущей сдаче. Так, что получится после преобразования Лапласа? Здесь уже будет все намного хуже. Во что у нас переходит x, ну, например, x2n? Давайте хотя бы первый элемент вычислим. Что будет? Ну, x0 это b0 у нас. p в n-1 на b0, минус p в n-2 на b1 и так далее. Какой последний элемент будет? b, n-1, да, просто. Так, ну и все остальное также преобразуется. Что мы можем отсюда получить? Ну, во-первых, мы с вами получаем вот что. у нас получается единица делить на g от p. Единица на g от p это просто вот этот коэффициент. p в катой плюс a в n-1, p в катой и так далее. Это у нас, соответственно... Кстати, а почему p в катой? Там в n-1, наверное, должно быть, да? Я не знаю, откуда здесь k взялось, честно говоря. Здесь везде n должно быть, конечно. В каком-то этапе почему-то n превратилось в k. Так, соответственно, единица на g от p это общий множитель при х. Поэтому у нас вот так получается. Дальше нам нужно сгруппировать разные степени p в разных степенях. Ну вот, например, минус p в n-1. На что будет умножаться? Откуда мы можем получить p в n-1? Ну, здесь, наверное, чтобы не ошибиться, давайте еще вот это поставим, второе выражение, чтобы заметить, какая здесь есть закономерность. Так, вот здесь какая будет степень p? Так, а дальше? Какой последний элемент? Хорошо. Вот такая она закономерность. То есть мы видим, что в следующей степени будет все меньше-меньше-меньше у пшек. Вот это вот мы с вами уже обработали. Это вот первый элемент, который мы записали. Так, а что дальше будет? p в n-1 на что умножается? На b0. Хорошо. Добавили b0. Дальше. Нет, это мы уже здесь учли. p в n-2 на что умножается? p в n-1 на b0. Нет, а еще коэффициенты a есть. Все не так просто. Плюс a n-1 на b0. Так, минус p в n-3 на что умножается? b2, да? Плюс a n-2 на n-2 ли? n-1. n-1 на что? А b1, да. А b1, да. Так или не так? Так, а что еще будет дальше? Еще один коэффициент. a n-2 на b0, да. Так, хорошо. Ну и плюс и так далее. Какой последний коэффициент? Свободный член без p. С минусом. Что получится? Оно еще с a n-ами. a n-1 на b. n-2. Плюс и так далее. Плюс... Так, что будет последнее? Вот это x2' во что перейдет? В px минус... минус что? минус b0, да? То есть a1b0 что получается? И плюс a0. С минусом. Минус a0. Вот вроде так получается. И все это равно 0. Как это решать? Ну, можно посчитать коэффициенты, да. Значит, мы можем в принципе сказать, что это некоторый многочлен, да. Можем те коэффициенты многочленов посчитать. То есть у нас получается задача единица на g от p, x от p, плюс какой-то, ну, минус, минус какой-то многочлен, какой-нибудь h от p, например, да, равно 0. Вот. И, в принципе, после этого мы можем сказать, что у нас x от p будет равно h от p на g от p. И дальше опять, используя ту же самую функцию green, мы сможем получить решение. То есть получается, что функция g должна сворачиваться с функцией h, но вот функцию h еще нужно будет найти. где h от t это функция, которая в результате преобразования Ла-Паса дает нам h от p. Так, но это, на самом деле, не очень хорошо, потому что там будут всякие дельта-функции. Вот. Но реально в окончательном решении дельта-функции не будет. Почему? Потому что все вот это вместе, это, на самом деле, дробно-рациональная функция. Потому что g от p, это вот, видите, в знаменателе что-то большое. То есть можно заметить, что вот это вот, это, на самом деле, дробь относительно многочленов в степени p, причем в числителе многочлен n-1 степени, а в знаменателе многочлен n-1 степени. То есть если бы мы вот это вот все преобразовали бы по Ла-Пасу, то мы не получили бы дельта-функции. Вот, тем не менее, такой подход возможен. То есть вы можете здесь получить свертку с дельта-функциями, но потом эту свертку нужно будет еще очень аккуратно посчитать, избавиться от дельта-функции. Так, можно поступить по-другому. На самом деле можно сильно упростить себе жизнь. для этого нужно выписать некоторое вспомогательное дифференциальное уравнение, которому удовлетворяет наша функция Грина. Что это за дифференциальное уравнение такое? Так, мы можем выписать... Вот, из-за я, кстати, выпустил дифференциальное уравнение. Ну ладно, давайте я его восстановлю. Так, представьте себе, что мы вот здесь возьмем и в правой части напишем дельта-функцию. Так, и возьмем такие же условия. xn-1 от 0 разного 1, xn-2 от все остальные равные 0. Такое специально подобранное начальное условие. Так, скажите мне, что получится, если мы теперь вот к этой вспомогательной задаче применим преобразование Laplace? В первом клубе xn-2 будут еще элементы. Какие элементы? Где элементы? Из-за того, что у нас с лица, у нас с лица, у нас с лица, у нас с лица. Ну и что? Ну, а что за элементы там будет? Поясни перейдем. Поясни перейдем. Поясни перейдем минус единица. Поясни перейдем. А, ну, просто 0 тогда. Почему нам дают? Что тогда получится в левой части? Значит, самая первая вот эта x в n степени во что перейдет? Минус что? Минус 1 степень. Минус 1, да. То есть, на самом деле, получится вот такая штука. p в n x минус 1 плюс a n минус 1, p в n минус 1 x, ну, и плюс и так далее, плюс... Кстати, а зачем мы там а0 эту с собой таскаем, а? Вот а0-то мы никак не преобразовали, получается. Ну, ладно. На самом деле, давайте вот, чтобы не изменять там все эти формулы, просто а0 уберем. Напишите где-нибудь в самом начале, что а0 равно 0. Потому что если а0 не равно 0, у вас там везде должна добавиться а0 делить на p. Я сейчас не хочу этого делать. Поэтому упростим себе немножко жизнь и скажем, что а0 это нулевое. Так, и а1 на... На что? Последнее какое значение будет? На p на x, да? Так, и все это на 0. Значит, мы получаем x от p, единица на g от p, равно единице. И отсюда мы видим, что x от p равно g от p. Вот если мы нигде в арифметике не напутали, то должно получиться вот так. То есть мы тем самым показали, что решение вот этой специально подобранной системы дифференциальных уравнений это как раз и есть наша функция Грина. И можно было бы функцию Грина вводить именно так. Ну, как вам делают на дифференциальных уравнениях, скорее всего. Вы же ее там вводили не через преобразование Лапласа, а через какую-то искусственно созданную систему. Так, теперь следующий вопрос, который нам нужно решить, это вот что. Давайте, учитывая, что функция Грина является решением вот этой системы, и что передаточная функция это на самом деле образ x от p, мы с вами проделаем вот такие действия. Так, у нас с вами получается, что G от t в результате преобразования Лапласа переходит в G большой от p. С этого мы стартовали. Что будет, если продифференцировать G? G штрих от t. и подействовать на производную функцию Грина преобразованием Лапласа. Что получится? P на G от p, а дальше? А дальше ничего, потому что вон, видите, какие кривые условия. То есть получается P на G от p. Просто. Потом G штрих штрих от t перейдет в p квадрат от G от p. Ну и так далее. Так, и G нам нужно n-1 последний. n-1 от t во что перейдет? Да, здесь тоже все так же будет. А вот следующая производная уже будет плохая, но нам на самом деле следующая уже не нужна. Ну там единичка добавится вот эта. Так, теперь смотрим вот на эту таблицу и сравниваем ее с тем, что у нас написано вот здесь на самом-то деле. Что мы здесь видим? Вот если вы возьмете вот это вот уголовление большое-большое, страшное, умножите его на G от p, то у вас получится x от p, а дальше идут какие-то произведения p на g, ну p в какой-то степени на g, p в какой-то степени на g с коэффициентами. А мы с вами уже знаем, какие функции мы можем получить в прообразах. То есть на самом деле, если мы нашли функцию Грина, и если мы после этого эту функцию Грина n-1 раз продифференцируем, то мы можем сразу подставить сюда и получить окончательный ответ. То есть вот эти вот действия были на самом деле лишними. Нам не нужно было никаких сверток искать с дельта-функциями, не дай бог. Не нужно было для этой функции искать прообраз Лапласа. Нам достаточно вот по этой готовой формуле посчитать решение. Давайте хотя бы начнем его выписывать, чтобы было понятно. Итак, решение x от t нашей задачи это x2 от t. У нас это вторая подзадача была. Чем оно будет равно? Ну вот это их формула. Первый коэффициентик это будет b0 умножить на что? gn-1 от t, да. где функция green уже считается найденной. Потом аналогично плюс b1 a n-1 b0 g n-2 от t ну и так далее. То есть мы сразу получаем решение без каких-либо дополнительных вычислений. Значит, получается, что если вы нашли функцию green то вы можете решить обе задачи. и первую, и вторую. И в этом и есть, собственно, сила этой функции green. Ну и теперь вы знаете два разных определения функции green на самом деле. Одно, которое вам известно еще из дифференциальных уравнений. Но там оно выглядит как-то вот искусственным каким-то. Непонятно, какую-то систему выписали, сказали, что это будет функция green. На самом деле, лучше, конечно, определять функцию green вот так, как мы с вами здесь сделали через преобразование Laplace. Так хотя бы понятно, откуда вообще она берется. Ну хорошо. Ладно, на этом месте мы с вами сегодня приостановимся. В следующий раз мы продолжим изучать приложение преобразования Laplace. Поговорим про интегральное уравнение, поговорим про уравнение в частых производных и немножко вспомним электродинамику. Все тогда на сегодня. Елена Да. Спасибо. Ура. Субтитры добавил vos